Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным, чтобы буквы и цифры бежали. Садись, помогать будешь. Мне это непросто считать. Так. Их маленечко задерживаюсь, пока откроется. Ну, у нас от телефона связано. Ну, все-таки быстрее, не потеряйте. Номер 469. События дня. Никак не пойму, почему у меня опять 25. А что она возвращает систему? Должно быть 470. Ну, может быть, и так. Каждый раз. Проверяю на несколько раз опять. Это у нас за 26. Иеремия 32-35. Мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость, вводя в грех. Это говорит Господь Бог к людям. Вот что люди делают. Ну, и дальше я объясняю, как по скайпу выходить. Считайте. С четырех... Ночью до четырех дней по Москве можно. И дальше. Кто ждет разговора по скайпу, он должен сначала написать тут же в скайпе снизу. Спросить, когда я буду свободен. И не звонить ни в свое время без договоренности, что я свободен и могу принять. Прошу это правило не нарушать. Ну, и дальше я говорю, когда. В скайпе, на моей страничке, на других ресурсах, одному и тому же человеку разрешается сделать сообщение не более, чем одно за неделю. Прошу не нарушать себе регламент. Вот услышали это. Так, ну, в гости ты пришел-то, и говорят, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Но я же не нарушаю данное обещание отвечать. Отвечаю на все вопросы. Повторяю. Только в одном университете я 18 лет вел занятия. Каждую неделю 4 часа. 4 часа академических. Это умножьте на 18 лет. И ни одного вопроса не было, чтобы остался не отвечен. Иногда до 30 вопросов. Или когда по радио там выступал, там по телевидению. Ни на один вопрос не было, чтобы не был дан ответ. Но это что-то стоит. На нашем сайте часть вопросов есть, которые я отвечал. 4 тысячи 124. Ну, вот вчера мне поступило такое сообщение. Так, Сергей Парализованный. Пишет, Игнатий Тихонович, Виктор Скуратовский хочет примириться и просить у вас прощения публично. Примиритесь ради Христа. Вот видите как. Я не хотел называть, даже чтобы человека-то не обидеть. Но раз он публично и прочее, и публично выступал, что тут я не просто так публикую или как-то... Так, Игнатий Лапкин, назначайте время и только по скайпу, и только с вами. Можно и сегодня, как раз день воскресный, часу на 15 на 0 по Москве. Можно. Это я отвечаю Сергею. То есть только по скайпу говорить. И все у нас это публикуется на интернет. А тем более он говорит публично. Публично это не дома. Вчера пишет священник Петр Михалев. Здравствуйте. В первой книге царств, начитанных на аудио, отсутствует 26 глава. Ну откуда бы я это знал-то? Благодарю вас, отец Петр. Я ответ даю. И я сам-то не могу там ничего делать. У нас коллектив работает. Как-то мы фотографировались. 12 человек. Это администрация, которая смотрит. Кто-то оплачивает наши ресурсы. Ну только на ютубе наших роликов 6700 с лишним. Ну это же на все надо отвечать. Там 5 миллионов с половиной или 5 миллионов 700 тысяч посетить. Посещение было. Ну большая работа ведется-то. И дальше я говорю. Игнатий Лапкин, я уже говорил на эту... А тут вот так. Это один, который говорит, где в современном мире, что Бог говорит, и будут юноши, просвещаемые видениями, сновидениями. Вот я и отвечаю. Я уже говорил на эту тему. О чем будут эти просветленные сновидениями говорить? И когда это было? По делам житейским, умудренные, или в благовестии? Где? О чем? Вы не будете иметь нужны, чтобы вас кто-то учил. Ибо сам Дух Святой научит. Как научит, когда есть учителя? Речь по житейскому, как аксакалы. Пожилой у человека опыт, он может подсказать, ну и прочее. Если апостолы ссылаются на это место и у Иля, то почему не показали нигде про эти сновидения? И среди даров, как у Каринфина, нет ни слова, а сновидения. Там языки, толкования, все. Я спрашиваю, если этого нигде нету, почему? Почему? Я задаю вопросы, отвечая на которые, совопросник сам и должен найти ответ, который он сам же и оспорит на утро, после снов своих. То есть ему не то приснится. Прочти Сирахова, 4 глава. Так, это не четвертая, а 34, что делается-то? Это, не знаю, 34 о сновидениях. Ну давай маленько посмотрим. Сирах, 34 глава. Сейчас я открою. Сирах у нас здесь в конце. Да вот она есть. Она и есть. Ну а теперь открыть надо 34 главу. Вот. 34-е. Это у нас надо 35-е по интернетной версии. Вот прочитай немного. Так. Пустые и ложные надежды у человека безрассудного. И сонные грезы окрыляют глупых. То есть верил ли с нам, священник на исповеди спрашивает? Верить нельзя. Через сновидения многие погибли. Дальше. Как обнимающий тень или гонящийся за ветром, так верящий сновидениям. То есть сны бывают от Бога, от дьявола и от забот житейских, от переедания. Сновидения совершенно то же, что подобие лица против лица. В зеркале. От нечистого. Что может быть чистого? И от ложного. Что может быть истинного? Гадание, приметы и сновидения суета. И сердце наполняется мечтами, как у рождающей. То есть она еще не родила, только рождает, а уже думает, какой будет сын, допоит, докормит. Она еще не знает, что все будет не так. Если они не будут... То сны, сны не будут посланы. От Всевышнего для вразумления не прилагай к ним сердца твоего. Сновидения вели многих в заблуждение, и надеявшиеся на них подвергались падению. Подвергались? А или как? Подверглись. Подверглись уже. Так, значит, это не один и не два человека подверглись падению. А как? Не верить. А если от Бога? А от Бога как узнать? Только если ты видел крест, изображение распятия. Если крест был, на сто процентов от Бога. Ну и сам не толкуй дальше-то. Дальше-то толковать-то не надо. Тебя Бог предупреждает о какой-то опасности, как правило. Так. Я... Так. 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 Если нужно, я могу сослаться на свои книги. Сколько там сказано про сны. Предупреждающий об опасностях. У меня многократно повторяется сон, что меня рукополагает. И когда я просыпаюсь, то вся подушка в слезах. Как же я не досмотрел? Как они так сумели? Для себя я вижу в этом непосильный крест. И пока в здравом уме и трезвой памяти на это не соглашусь. То есть, у меня не просто так, а меня захватывали епископы. И прямо никуда не поедешь, пока не рукоположим. Люди полагают все, чтобы рукоположили. У меня наоборот всегда было. Притом, не один епископ. Перечислять буду тут, даже которые не очень расположены. Даже, чтобы от меня избавиться, власти принуждали их рукоположить его и пошли в какой-то дальний угол. И все на этом. Разве только случится так, что перебьют всех священников и епископов, и совсем уж некому будет совершать литургию? Вот только в таком случае. В 14 лет я работаю над историческим материалом «Тайна беззакония в действии» или М1-М5. О масонстве, всемирном заговоре, о подготовке престола Антихриста. «Материал закончен. Подготовлены шумовые эффекты. Из фондов краевого радио и громзаписи сумел достать голоса всех правителей и поэтов. А начитывать на пленку некому. И я стал открыто молиться. И к этому призвал других». Видите, я о чем молюсь? Начитывать некому. Я уже представляю, какой тембр голоса будет, как. И когда нужно было стихи начитывать в мировой поэзии, то заслуженные артисты РСФСР, там РССР, в других городах, знакомые были, приходилось работать с ними, и они соглашались насчитывать. Потом меня судили за эти пленки. Дальше. «И в эту же ночь вижу сон, что ко мне едут два человека. Один из них погибнет от рухнувшей скалы, а другой спасется и останется со мной». Вот видите, какой. Дальше. «С нам верить нельзя. Об этом я говорю всегда. Но этот сон необычный, яркий, и я решаюсь рассказать его вслух. В то время, когда я его рассказывал, этот сон домашним раздался стук в дверь». Вы понимаете, я сон еще рассказываю, и одновременно стук в дверь. У меня сидит тут рядом человек сейчас, который знает, как это было. Так. На пороге стояло два молодых человека. Один из них Геннадий Михайлович Яковлев. В будущем иеромонах Григорий, убитый бесноватым кришнаитом 22.03.2000 года в городе Туре Красноярского края. Позже он скажет, кавычки открытия, «Эти дни, когда мы насчитывали эти материалы, и одновременно архипелаг ГУЛАГ Александра Исайловича Солженицына, трагедия русской церкви, Льва Регерсона, и 20-й век христианства были лучшими днями в моей жизни, и прошли как один день». У него голос. И это его голос, как он насчитывал, на моем сайте сейчас здесь. Сайт зарядите открытым оком. Библейский, православный библейский сайт. Не форум, а сайт. И там дальше увидите звук, аудио, такая вот, как папка. В него ткните, и вас перекинет на эту страницу. А там увидите, насчитано где. «Мы сегодня слышим его вдохновенный голос, историка, бывшего комсомольского работника, двоюродного племянника главного идеолога СССР Михаила Андреевича Суслова. Его приезд ко мне, согласие сотрудничать, его обращение в православие в моей комнате, крещение с троекратным полным погружением. Разве это не чудо? Слава Иисусу Христу! Разве это не прозрение и воскрешение из мертвых? Я о снах говорю. О снах. И дальше у меня в книге, в книгах 33 книги открытым оком. Каждая книга 752 страницы. Из них 30 в бумажном варианте. И вот вопрос под номерами идет. Вопрос 1193. Какой это том, не знаю. Или вот еще два сна. Ты еще сказал сейчас. Какой том это? Том какой? Да, мы там сейчас быстро узнаем. Прям в одну минуту. Тут что-то. Статистика. Теперь. Где тут? Сколько вопросов в книгах? 1173? Вот она. Сделать поближе, Володя. Ты можешь? Крупно. Чтобы люди знали, в каком томе. Что искать? У кого эти книги есть? Какие вопросы? Это видно все. Так, 1173. Я правильно понял? Третий том, значит. А? Третий том, похоже. Ну вот и третий том теперь мы знаем. Я теперь закрываю. Видите-ка, все уже сделано. 193. Ну там по 200. Да. Или вот еще два сна, которые видела наша сестра. И которые полностью уже почти исполнились. Сон 2 сентября 1996 года. Понедельник. Потеряевка. Лагерь Стан. Кавычки открыты. Я запишет она. Стою я будто бы на берегу какого-то залива или озера. Берег чистый и вода чистая, прозрачная. Смотрю на противоположный берег и вижу. На Потеряевку идет длинная процессия из Барнаула. И везут огромной величины крест. И везут из нашей общины братья и сестры. В это время подходит ко мне Игнатий Тихонович с Женей Янчуком. Игнатий Тихонович говорит мне. Вот все и закончилось. Как быстро. А мне на сердце тяжело. Как будто мы должны расстаться навсегда. Или что-то страшное должно случиться. Игнатий Тихонович сказал, что крест привезли для него. И его наши верующие братья и сестры на нем распнут. У креста было огромное основание. Сам он был деревянный. Игнатий Тихонович стал прощаться со мной. И был такой радостный. И страха не было в его глазах. Это меня сильно поразило. И за свою жизнь мне почему-то было стыдно перед ним. Женя Янчук сказал Игнатию Тихоновичу, что уже пора идти. Крест готов. Он, крест, был поставлен на высоком холме. Я спросила у Игнатия Тихоновича, страшно ли ему? Он ответил мне. Я их всех победил. Я осталась со слезами просить его, чтобы и меня распяли с ним на кресте. Просила, чтобы он помолился Богу, чтобы он мне тоже дал крест, чтобы быть распятой. Его крест, Игнатия Тихоновича, стоял на высоком холме. Как-то победно возвышался над всем окружающим. Но Игнатия Тихоновича на нем не было. Я проснулась. Раз видела крест, тут уже толковать ничего не надо. И что интересно, человек не может, как он говорит во главной процессии, он не может отстать от того, чтобы не напрашиваться на эту должность. Никакого мира нет. И невозможно не примириться, ничего. Сон второй, кавычки открытых, стоит отец Суаким в священническом облачении, и в руках у него решето, как у древних сейтелей. В решете пшеница с мусором, плевелами и решето полное. Вдруг подул сильный ветер, и батюшка начал веять пшеницу. С сильным потоком ветра относила неспелые испорченные зерна, мякину, плевелы. А крупные, спелые, чистые, налитые зерна падали к его ногам в одну кучку. И, несмотря на сильный ветер, не разлетались в разные стороны. Спелые зерна лежали зернышко к зернышку, как вслепленное. Чистой пшеницы было намного меньше, чем плевел. Когда я смотрела, как веется пшеница, какая-то странная печаль владела мной, и была страшна от всего происходящего. Приходько Наталья Николаевна. Нас всех более всего удивило, что Женя Янчук такой молчун. Он-то какую роль может здесь сыграть? Тихий, спокойный, но вот он увлекся базаром. Из 14 торговавших на базаре погибли духовно, практически все. Остались только двое, переехавшие в Потеряевку. Они дружат только между собой, и оба догнивают совершенно не только недуховные, а антидуховные люди. Женя стал диаконом. Это наш грех, что мы допустили это. И более всего мой, моя слабохарактерность. Теперь он не посещает. Зазирает наши так называемые апостольские богослужения. Когда батюшки нет, мы молимся отдельно. Страшно высокого мнения о себе. А как нет у него ни малейшего намерения жить жизнью общины, никогда не проповедует и не посещает занятия. То есть это было тогда, когда у него еще беды дома большой не было. Я про это не говорю. Намного было раньше этого. Душа переполнена поиском компромата против меня. А ему это век не нужно. Но согласно сну, он должен дождаться своего часа и выйти во главе процессии. Теперь кто бы не появился в общине Потеряевки или Барнауле, он обязательно должен с ними мгновенно соединиться и двинуться с крестом ко мне. В тихом обмоте все черти живут. Я для них совершенно не досягаем по той простой причине, что они сидят на месте, а я все время двигаюсь вперед. И поэтому они бьют по пустому месту. На кресте меня нет. Все его обвинения надуманы и лживы. Да обратит их Господь на путь спасения. У него страшная трагедия была в себе. Я не хочу даже говорить об этом. И сделать ничего нельзя. Только молиться. Я молюсь. И знаю, что Господь сделает как угодно ему. Как Богу угодно. Да благословит его Господь. Он сейчас не может ни служить. Ничего нету. Он под запретом. Владимир Кульбицкий. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Меня очень мучает вопрос о том, что какими были животные до сотворения человека. Не могу даже допустить такую мысль, что они пожирали друг друга. Но она мне не дает покоя, поскольку слышал, что животные были хищными и убивали друг друга для пропитания. А когда был создан человек, все изменилось. То есть человек, как Бог создал, и тогда что-то по-другому сделалось. Но ведь Бог свят и не мог сотворить смерти. Я ему отвечаю. Игнатий Лапкин. Напротив. До согрешения Адама все звери жили в мире, а стали хищными только после падения Адама. А в нем и наоборот все это. Вот так. Пишет кто-то. Ага. Это тут одни у меня люди выписывали, ну, книги выписывали. Они заплатили, все называют подарком, так дорого для них. И жена решила мужу сделать такой презент, что дождаться месяца полтора еще было впереди. И в марте месяца у него день рождения, и посылку получила, но не распечатывать. Хотя, конечно, охота была. И вчера я сказал, ну, как только получите, придет день, вы снимите это все на видеоролик. Я еще не знал, до конца вижу, что кое-почем видно, что то ли недавно пришли в православие, то ли не православные. Вчера они осознали, что баптисты. И вот получили, видно, люди-то хорошие. У них за это время ребенок родился, она на сносях была. И как открывают, посылку заносят. И все это засняли и показали. Я выставил уже ролик такой. У них хорошее качество, не как у меня. Качество записи. Я пишу им. Я рад весьма, что вы рады. Качество ролика у вас много лучше нашего. Хорошо вы записали, просто прекрасно. Название ролика у нас на Ютубе будет такое. Притча 25-25. Добрая весть из дальней страны. А потом добавляю. Книги наши доставили явную радость. И они не скрывают этого. Дальше. Так. А теперь Сергею Козлову я пишу. Который примириться теперь хочет. Враг. Поноситель. Злобный поноситель. Так. Игнатий Лапкин. Успокой его. И если он заболел, то я все ему прощаю. И буду молиться за него. А если это у него перед рукоположением, то и тогда я ему прощаю. И как всегда. И каждый день делаю. И дальше буду молиться за него. Вот так. Ну а при чем тут это все? Да потом что? Живой человек. А при чем тут рукоположение? У меня было такое. Он во вражде находится. А теперь, когда его рукополагать, видимо там спрашивают. Есть кто-то с тобой во вражде? И он сразу. Жена. Все. Сразу. Простите, простите. Его рукоположили. Он опять возвращается на то же самое. Опять начинает враждовать. А не встречаемся. Не переписываемся. Ничего нет. Это демон. Он мучает человека. Ну отвергнется этого. Умрем же. Надо это или не надо будет. Сергей Аскуратовский пишет. Плохо на душе. Не спит. Вот видите. Это удивительно, конечно. Я молюсь теперь. Особенно усиленность за него. Я пишу ему. Особенно, когда меня Роспотребнадзор душил. Тогда все сочувствовали, кроме него. Вот этот, который враг мой. Он просто лютовал, чтобы меня задавили. Упырем нарицал. И прочее злохульство. Вот так. Ну и помоги, Господи. Устрой как угодно тебе. Ну я это все публикую. Какая тут тайна, если решила напубликовать-то. Ну чего уж тут трястись. И вчера пишет. Екатерина Тинникова. Она крещение принимала. Хакаска. Спаси Христос, Игнатий Тихонович. Еще раз. Сегодня еще раз смотрела ролик. Немцы идут в небо. Ну тут как, тут она не полностью ссылка. И вновь восхищалась неутомимостью и жертвенностью баптистов в деле благовестия на севере. Среди ненецкого... Она сама была когда-то среди баптистов. Вот и, конечно, она знает о чем говорит. Среди ненецкого народа... Не немецкого, ненец. Два Н. Не и ненецкого. Ненецкого народа. И вспомнила о фильме Неркаги, рассказывающий о нашей православной сестре из этого народа, которая не может найти священника, желающего посвятить себя служению на севере. У нас в церкви все-таки не хватает таких жертвенных благовестников, какие есть у баптистов. Да, не хватает. Но надо молиться. Ну, другого-то выхода у нас никакого и нету. Что тут про это толковать-то? Ну и дальше. Дальше мы уже посмотрим наши ресурсы. Что у нас есть? Вот кто-то еще зашел. Подожди-ка. Утренняя молитва совместная. Виктор Пушко. Кто? А вот Виктор Пушко, у него день рождения. Вот я ему на день рождения посылаю сейчас вот такое вот. Попал, парень. Контр-ЛС. Контр-ЛА. Высвечу, контр-ЛС. Скопировал. И сразу ему посылаю. Вот здесь вот. Тут все сказано, что день рождения не надо справлять. Ну, как будто бы все, погасил. Никого в скайпе нету. За это время кто-то заходил. Теперь наши ресурсы осмотрим. Ну, один из главных ресурсов. Это у нас мой мир. Вот я здесь в шапке. Там другие страницы есть. Но там, я не бываю, там модераторы работают. А именно вот там, здесь вот. И тут много у нас еще. Только наши фотографии 17 970. И видеороликов 5 500. Ну, это очень и очень большой материал. Это любому понятно. Тут что-то пишет. Что он пишет, Сергей Игнатов? Спаси Христос, помоги вам Господь в святом благовествовании. Вы пример для христиан. Так должны поступать все православные люди. Ну, вот кто-то услышит. И сейчас я знаю. А, вы хвалите себя. Ну, в первую очередь, мы не хвалим себя здесь. По крайней мере, хотя бы здесь. Так, еще другой ролик. Спаси Христос, да благословит вас Бог за воспитание детей во Христе. Вот видите как. Если он видит, это с Украины. Так, и спаси Христос, благодарю Бога за милость, что, слушая ваши занятия по изучению священного писания, получай благодать Божию. Храни, Господи, руководителя занятий Сергея Пупкова, соработника Христова Игнатия Лапкина и всех собранных Христом во имя Его слушателей и активных участников занятий. Недостойный Сергей Игнатов из города Углидара, Донецкой области, 25.03.17 года. Ваши занятия наши прихожане смотрят на воскресных занятиях после богослужения. О, даже знать не знали. Это Углидар, ты знаешь, где он город-то? Ну, Донецкая область, там где-то, говорит. Ну, вот видишь как. Еще-еще пишет. А, вот он как раз, его видно, вот это у него такой. Ну, я сейчас свое показываю. Вот как наше выглядит это. Ну, и дальше показать. У нас форум есть, большой форум. Форум, не сайт. 1600 темп. Там и видео, и, ну, вот здесь общий поиск. Вот здесь вот, справа, под этой поджирной чертой. В него нажмите, а тут написано новое сообщение. Их сначала нужно, когда там зарегистрируетесь. Вот эта картинка всплывет, храма Христа Спасителя. И сразу на первой стороне. А тут любое слово заряжаю в рамочку и получишь. И, кроме того, у нас православный видеоканал, открытый боком во сети Библии. Вот. Я всегда говорю, сколько подписчиков там? 6 524 подписчика. И просмотров. 5 759 860. Ну, то все время увеличивается. Помаленьку смотрят люди и приходят. И что за эти дни было? Вот сейчас собрание, вчера было собрание. Ну, я сейчас увижу, действительно ли тут только один человек. Или за это время больше. Вот, пока говорили, уже 43 человека пришло. Вот. Вот. Ты сам себя видишь, где... Вот вы беседовали с Романом. Вот она неделя, там дальше будет. Ну, и у нас главный ресурс. Это, конечно, сайт. Православный библейский сайт. Другие пишут, да какой православный библейский? Это несовместимо. Если православный, то он не библейский. Если библейский, то не православный. А у нас именно вот так. Ну, и тут все есть. Смотреть, какие книги. Любую книгу. Вот книги, допустим, тебе надо узнать какой-то вопрос. Вот к истинному православию. Я сейчас только ткнул в нее. Вот оглавление. Книга. И покаяние, окрещение, исповедь, о священстве, о посте. Книгу эту можно выписать. Выписать. Ну, не одну книгу, а какую-то другую, если что-то. По одной ходить, отождать, когда другие еще там будут. И вот назад возвращаюсь. Вот книга, для слова Божия, нет вуз. Она как бы биографичная. Тут два священника собирали материалы. Вот. Все здесь. И как я в тюрьме был, и как сейчас, как деревню строили. Столько заголовков новых. Вот открыт книги. А тут еще есть звук и видео. Вот если нажать звук и видео. Вот тут сразу видно. Библия начитана Солженицыным. Начитаны 12 томов Златоуста. 12 книг Жития Святых. 5 Добратолюбия. 4 книги Григория Дещенко. Почти 50 книг в аудио. Начитанные. Ну, здесь и фильмы какие они оставили. Это очень и очень богатый материал. Но самый богатый, я считаю, то можно как-то создать. А вот это не создать. Вот я говорю не создать. И не создать. И спорить не надо. 4 124 ответа по темам. 55 папок. 55 тем. Вот сейчас тема 47 о семье. Я не успел опять подготовить. Вчера целый день занят был. Служба была, занятия. Ну, и тут. Дальше. Вот я нажимаю сейчас. И Ctrl-A нажимаю. Высветил. Ctrl-S. Оно скопировало. Теперь Ctrl-V вставил. Ctrl-A высветил. Заактивировал. И теперь на 20 шрифт. Все. И Никита сейчас и будет читать. Считай. Вопрос 713. Второй том открытый МОКО. Не думаете ли вы, что отказ верующего участвовать в семейных праздниках, Новый год, День рождения, приведет к еще большему разрыву со своей неверующей половиной? Ведь если человек привык к тому, что это большие праздники, то ему без скандала трудно отказаться от этого. Вы не за то, чтобы верующие поскорее расстались со своими неверующими супругами? Вопрос. И ответ, заметьте, я еще раз говорю, таких ответов сегодня, это не я, просто я себе это не приписываю. Практически нет. Я сразу отвечаю местами Писания. Недавно один вопрос отвечал, я 60 раз открыть Библию надо. Ну нет этого. Не патриарх, не тем более там Смирнов или кто-то там эти, с твоими словами хочется даже назвать, которые говорят от своего чрева. Люди не ко мне пришли, а к Богу пришли. Так, конкретно в данном вопросе ответственность и инициативу продолжать или сохранять семью апостол Павел возлагает на неверующую сторону. Вот удивительно. Двое верующих, обычно верующих как главенство берет, нет, говорит, он решает. Дальше. Коринфянам 7 глава 12.15 Впрочем же я говорю, а не Господь, если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с ней, не должна оставлять его. Видите как, кому дается здесь, они решают неверующие. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Вот на эту тему, разводиться или не разводиться, больше ничего в Библии нету. Нету одно место, но его надо просчитать. Запомните, где 1 Коринфянам 7.12.15. Дальше. Если пойдете на компромисс, чего требует неверующая сторона, кавычки открыты, если ты пойдешь со мной на Новый год, а я с тобой схожу на Рождество в церковь, то заранее должен знать, что вы полностью проиграли. Неверующий к Богу через посещение храма не придет, а ты удалишься еще более. Не надо пытаться сохранить семью и не надо стремиться к разводу, но нужно смотреть, как Бог расположит сердце неверующего. Вот и все. Вот такой ответ. Стих. Земля подошла плавно к пункту исхода, откуда течет река каждого года. Вся пресса людская сейчас отмечает, что мир потрясло. Потрясало. Потрясало. Что мир ожидает. Что мир ожидает. Всем радостям, бедам подводят итоги и к новому счастью рисуют дороги. И много иных дел подобного рода творит наступление Нового года. Да, новое счастье весь свет ожидает, как только планета свой путь завершает. Она говорит там, ходить куда? На Новый год, на праздники. Вот ответ. Но новое счастье давно существует, две тысячи лет по планете кочует. И хочет оно навсегда поселиться, где горе унылое вечно гнездится. И многие люди его получили, лучами его свои души залили. Его мы великим Христом называем и с этим блаженством друзей поздравляем. Кто им свое сердце всегда наполняет, то всю свою жизнь Новым годом считает. О, если бы Христу в этот миг ты отдался, тогда бы Новый год твой сегодня начался. Вот такой ответ. Ну, пиши. Семья. Развод. Два слова. Понять, чтобы потом найти это. Составляется отдельный файл. Вот. Ну и опять. Заранее ты все приготовил, у меня бы время на это не уходило больше. Вопрос. Ну и вопрос. Его надо. Тут никак нельзя снять. Съемка идет. На широкий такой формат. Опять увеличиваю. И она уменьшается его по ширине. Ну и можно будет засчитывать. Пошел. Вопрос 714. Мне задают это в университете. Так все было. На радио везде. Второй том открытым оком. Моя мать старенькая живет в деревне, где и как ей исповедоваться и причаститься. В Бога верует и молится дома. Вот так. Ответ. Если ваша мать серьезно заболеет, живя в этой же деревне, нет ни врача, ни в больнице, вы повезете ее в город. Вы повезете ее в город, чтобы спасти. В одну из метельных зим моя мама опасно заболела. Я объясняю теперь, как у нас было. Опасно заболела потерявки, когда здесь был всего один дом. А врач находился за 10 километров на урывке. Сын ее, Павел, уложил маму в сани и по бездорожью, по сугробам отправился со здоровьем. Лошадь проваливается по пузо и, наконец, останавливается. Вот, представь, она лежит у него там, пурга, и он на лошади, а один в степи. Он освобождается от лошади, впрягается сам в нескачаемый путь. Представь себе, сани эти, поволок на себе, по снегу. Моя мама Мария Егоровна исповедовала Бога по старообрядческому научению белокринитской иерархии. Она прожила 86 лет. Она так сильно болела, что ей врачи запрещали проходить более 30 метров. Но она постоянно ездила исповедоваться и причащаться в Барнаул за 150 километров по пунь Николе Думнову. И никогда такой вопрос не ставила, как вы. Здесь же, дома, ее родной законный сын, правда, Иерей и Аким, ни в чем не нарекаемый от нее, никогда, ни единого раза не сказал ей, чтобы она исповедовалась и причащалась у него РПЦЗ. Но с благоговением и осторожностью переправлял ее и в метель на поезде. Она же сама со своей очень скромной пенсией, думая, что откладывала не только десятину. В таком преклонном возрасте, больная, она добивалась того, чтобы сын Павел, мой брат, у которого она жила до самой смерти, выделял ей участок земли, где она высеяла морковь и другую живность. Мама, зачем тебе это нужно? У нас же дом, полная чаша, а ты хозяйка всему, бери, сколько тебе надо. А она, мать ему, отвечает. Нет, сыночек, Бог любит принимать от праведных трудов самого человека. Как же я поеду к отцу Николе с пустыми руками? Там у него столько бабушек, у которых ничего нет, а они меня ждут, принимают как родную. Нет, Пашенька, не обижай меня, выдели мне участочек, а я своими руками его одолею. Зачем мне искать литературных героев, когда они живут рядом со мною и светятся небесным сиянием? Это я отвечаю. Ангел же Господень, считай ты шаги, какой путь ты проделаешь ради имени Иисусова, ради спасения своей души. Сегодня же отвезите свою мать к ее духовному наставнику и отцу. Все, и она, мать у нас, заболела, и батюшка приехал сюда на машине и обратно ехал. Как его развернуло, я, кажется, с ним ехал. И дорога была обледенелая, и закрутила, и машины встречной не было, и в кювет бросил, и не опрокинулся. Удивительное дело-то. Вот как, ну, я отвечаю на вопрос. Так, семья, исповедь матери. Вот так. Хорошо. Следующий вопрос. Это я мог заранее, говорю, приготовить, но не приготовил. И вопрос еще задают. Точно так же я его копирую, переношу в Word. Ну, кто, творите молитву, чтобы и я тут не сбился. Так, вот у меня маловато, и 20-й надо. Читай. Вопрос 717-й, второй том открытым оком. Объясните, что... Да, сны, которые считали сны, они написаны в 2002 году. В книге второй том. А сегодня-то 15 лет спустя. Этот человек, о котором там говорится, что распять меня хотят, он и сегодня в той же злобе находится. Выискивают буквально, где что. Я говорю, ты не ходишь уже и в храм-то, и в субботу тебя не видно. И когда бы архиерея не приезжал, ты не приходишь. Архиерея Московского Патриархата. Митрополит Сергий Иванников. Ну, он нападает так, что только молиться дано. Так, второй том открытым оком. Объясните. Что сказать с точки зрения Библии тем людям, которые говорят, что они живут для своих детей? Ответ. Думаю. Да и в жизни видел только это, что здесь смысл один. Хочу, чтобы дети мои жили не хуже, чем другие. Жили в достатке. Имели хорошую специальность, образование. Удачно женились и тому подобное. Ни разу еще мне не встретились люди, которые бы в эту сакральную для них фразу, жизнь для детей, вложили действительный высокий смысл. Я живу для того, чтобы привести моих детей на небо. Это очень хорошо описывает Иоанн Златоуст в письме к монаху Стагирию, заболевшему беснованием, говоря, что когда ребенок подвергается нападкам дьявола, то родители готовы распушить все имение, еще тех, кто расцелил бы их детище. Поднимаются на вершины гор к монахам, а беспокойство за судьбу несчастного теряют голову. Но если великовозрастный сын развратничает, живет как все, родители спокойны и немало не беспокоятся, что рожденный ими уже прописался в аду. Тем, кто говорит, что сын, тем, что живет для детей, могу сказать, вас ждет самое большое разочарование, какое только возможно на этой земле. Вы будете посрамлены и унижены своими домашними идолами Терафимами, воспитанными вами. А нужно бы еще прежде рождения заучить эту фразу. Евреям 2.13 И еще, я буду уповать на него. И еще, вот я и дети, которых дал мне Бог. Видите, какой ответ? Я подтверждаю вас Священным Писанием. Значит, написать, семья, дети. Снова заходим. Видите, как? У нас есть чем дополнить ролик. Вот это вопросы первые годы были. И у меня они не сохранились. Многие-многие не сохранились. Но кое-что сохранилось. Вот я их сейчас выставляю, добавляю в события дня. Потому что она злободневна на сегодняшний день. И как будто я сегодня это говорил. И меня не будет, умру. А вопросы так и останутся в этой силе. Почему? Основано на Слове Божьем. Вопрос 720. Второй том открытым оком. Считается ли грехом оставить ребенка? Ведь его потом кто-нибудь и сыновит? Ответ. Это явление не ново. Как говорится в житии Климента Анкирского, жившего в Галатии. Язычники выбрасывали своих детей при дорогах во время Великого Голода, чтобы кто-нибудь подобрал их. Подобрал их Климент, кормил их и приводил к окрещению. Слово Божье указывает на привязанность матери к ребенку, как самую наивысшую и тем более к грудному. Исайя 49.15. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Кажется вопрос-то такой. Пришла женщина какая-то, записочку подкинула. Но и тут ее к Слову Божьему приводим. Предполагается, что такое может случиться. И очевидно, что это было нечастое явление. Кукушек в природе все-таки меньше, чем простых птиц. Есть заповедь чтить отца и мать, потому что связи подрастающих с родителями ослабевают. Страсти юности всей силы бросают на поиск удовольствий. Но нет заповеди, указывающей любить дитя и не оставлять его. То есть любить отца и мать. А что любить дитя, такой заповеди нету. Почему? Настолько сильна эта связь, и не требуется на это никакого указания. Оставить дитя – это и вопреки природе. Адора Царьградская воспитывает чужое дитя за оградой монастыря. Люди хотят, чтобы добрые дела были известны. Здесь же сразу все закутывается в тайну. Подкинуть, подложить, скрыться. Почему? 1 Иоанна 3, 20. Ибо если сердце наше осуждает нас, то коль ми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Значит, оставлять дитя и грешно, и будет большое сожаление уже в этой жизни. Как правило, такие матери позже стараются найти свое дитя и тайно наблюдать за ним. Вот видите, как, вот, ну, это опыт жизни уже, должен знать все это. Семья. Дитя покинутое. Теперь мы снова смотрим, что у нас получается. Вот так. Ctrl-A, мы свечем. Ctrl-S, я его фотографирую. На кончике иглы своей переношу Ctrl-V, опять затемняю и вывожу на 20-й шрифт. Все, поехали. Подожди-ка. Что-то не пора. У меня тут клиент Роман. Я его сейчас в стороночку. Дальше. Вопрос 721, второй том, открытым оком. Что делать? Ребенок приходит из школы и выдает со своих уроков по валиологии то, что я, мать, никогда не слышала по сегодняшний день от взрослых. Просто какой-то ужас. Или ребенка не пускать в школу, или протестовать. Но как? Ответ. Способов несколько. Самый главный из них это молитва и ваша христианская жизнь в семье и повсюду. Ребенок это не игрушка, которую купил, родил и поставил в угол. И изыскивайте время, учитесь все делать быстро, торопитесь, не спешите только на молитве и при чтении Слова Божия. Именно в это время ребенок должен быть с вами в тишине и без спешки. Если скажете, что вы перегружены работой, не успеваете все переделать, не до ребенка, то это будет означать только одно, что ребенок вам не нужен. Его воспитанием займутся другие, и через год-два вы будете пожинать горькие плоды. Вот теперь у вас найдется и время, и средства для наркологов, на передачке в тюрьму, нахождение по судам. И это все будет запоздалым и бесполезным. Возьмите ребенка за руку, перейдите с ним дорогу и сразу же повторите ему несколько раз. Когда бы с кем не переходил дорогу, всегда беритесь за руки, но не под руки, чтобы при резком повороте не запутаться ногами друг за друга. Четыре глаза легче избежать внезапной опасности, и перейдя дорогу, преподай небольшой урок о том, как хорошо быть вместе со старшим добрым наставником. Это продляет и сохраняет жизнь. И что бы ты ни видел, идя с ним, неспешно разъясни, что это за мода, почему женщины в брюках с разрезными платьями, и сразу же на память приведи места Библии, повторив их неоднократно. Второзаконие 22.5 На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим, всякий делающий сие. Титул 2.3 Чтобы старцы также одевались прилично святым. Старицы. Старицы также одевались прилично святым. Не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру. Нездоровый интерес ребенка к противоположному полу не исчезнет сразу, но он будет знать, что это такое в очах Божьих, что об этом говорит Библия. У него уже есть варианты, выбор. Говорите о страхе Божьем, обузденно свои пожелания. Протесты в органы, на чем настаивают патриоты в кавычках, малоэффективны, хотя и их не надо отметать. Вот примерный образец воззвания ревнителей за чистоту воспитания детей. Пропаганда безопасного секса. Это государственное преступление. Родители, пересекайте действия преступников. Священное Писание учит. Извергните развращенного из среды вас. 1 Коринфянам 5.13 Пресекайте посягающих на невинность и нравственную чистоту вашего ребенка. Директора школ, классные руководители, допускающие в школы, в кавычках, просветители полового воспитания, инструкторов по безопасному сексу, совершают тяжкое уголовно наказуемое преступление, ответственность которой предусмотрена статья 135 нового Уголовного кодекса Российской Федерации. Не бездействуйте. Требуйте от прокуратуры пресечь незаконные действия сексологов методами прокурорского реагирования. Не будьте предателями. Защитите детей. Родители, дети верены вам Богом. За предательство их невинности, за капитуляцию перед развратниками, половыми просвещенцами, комиссарами сексуальной революции будете нести ответственность перед Богом, сказавшим, кто соблазнит одного из малых всех верующих в меня. Тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шее и потопили его в глубине морской. Матфей 18.6 Стих. Упирался и я. Вон из кожи вылазил. Путь мой мне и во сне все казался прямым, но судья наш смешал меня с грязью. Ох и ах! Потерял я из виду тебя, драгоценный мой сын и наследник. Эта улица враг из девчонок, ребят, перепортила нашу обеднюю. Как мечталось мне вырастить доброго сына, отдохнуть при внучатах на старости лет. Все разрушилось вмиг. Нет былого в помине. Не скажу, что вины моей нет. Было некогда, некогда, некогда мне. А жена суетилась побольше, чем я. Превратились в запаренных старых коней. Вместе редко когда собиралась семья. Ни молитвы совместной. Об этом забыл. Ни разбора, ни чтения писания. Этим некогда. Сжег все. Пустил на распыл. Мы не пели Иисусу Асану. С горьким сарамом, один пожиная плоды. Время есть передачки носить. Мне для слез не хватает небесной воды. Сколько нас горим мы к паруси. Ночью длинной по четкам припомню. Сколько было возможностей разных. Жить по Библии. Горько мы плачем и стонем. Круг спасительный. Божьи наказы. Вот так. Пятое, шестое, но второе игла. Игнатил Талапкин. А так я это видел. Я не называю это стихами. Семья. Так. Семья. Неверные дети. Ну и опять. Смотрим следующий вопрос. Опять все точно так же повторяю. Для того, чтобы можно было снять, увеличить шрифт надо. Я мог сделать это отдельно. Я делал так, но тут не успел. Вопрос 773. Второй том открытым оком. Любил ли Адам Еву? Если да, то почему он свою вину свалил на Еву? Ну тоже интересно. Вопрос. Если любил, так зачем ее закладывать? Ответ. У Адама и Евы не было еще никакого опыта, ни того, как скрыть грех, ни как покаяться. Они действительно были как малые неразумные дети. Все было в девственной неповрежденности, без лукавства. Первый вопрос нужно ставить. Почему Адам послушал Еву? Попытаемся примерить к себе. Где был Адам, когда Ева совершила преступление? Почему она была не рядом с ним, не в командировке? Жен был в этот день. Адам. И Ева в таком расположении духа была к Адаму в этот день. В каком? Почему она не нуждалась в нем, как в советнике? Так как провозглашение главенства мужа над женой произойдет позже, мы можем предполагать, что по развитию они были равны между собой. И она не искала его совета. То есть я так уже сам нахожу. Это нигде я толкования не считала, просто прикидываю. Они еще не знали друг друга, как муж и жена. И общение их поэтому было не скучным. То есть они еще не приелись друг к другу. Беспорядочные движения в нижней части тела их не беспокоили. Они были ноги. И никакой плейбой ничего бы им не смог дать более, чем имелось в наличности. Повторяю, что это только лишь предположение. Некоторые считают, что Адам согласился вкусить плод, который подала ему Ева, в знак солидарности с нею, по любви к ней. Погибать так вместе. На миру и смерть красна. Это потом придет такое. Что ощущала Ева в тот момент, когда вкусила? Когда открылись уже у нее глаза. Быть может, Ева поведала о том Адаму, что древо познания добра и зла дает знание. Что он все еще подготовишка. А она укунчила университет. И при том очень быстро. Почтар нам сдала. Почему же Адам не взял вину на себя? Он просто говорит, как было, ничего не скрывая, не думая о последствиях. Думая, что и Ева ее в этом признании, как сегодня сказали бы, заложил ее. Никогда не упрекала. Она могла просто сказать, что правда. Что правда, то правда. Виновата я. Тем более, что Бог это подтвердил. Поэтому можем сказать определенно, что Адам любил Еву. Но воспитание детей были серьезные пробелы. Один из них стал уголовником. Разговаривали так, как будто они у меня рядом где-то живут. Так. Семья. Любовь Адама. Получилось Ада. Вот так. Вопрос какой-то больно большой. Ну, разные люди сидят и записки пишут. По радио засчитывают. А после этого я на радиостанции еще отвечаю. Бывает иногда больше часа, пока отвечу на вопросы. Дома телефона не было. Очень популярные были передачи. Очень даже. Сохранились некоторые записи. Вопрос 993. Третий том открытым оком. Титут 3.10.11. Еретика после первого и второго вразумления отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден. И пятая заповедь Закона Божия гласит так, Исход 20.12. Почитай Отца твоего и Мать твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь Бог твой дает тебе. А теперь вырисовывается из этого такая ситуация, из которой мне надо найти выход, угодный Спасителю. Отец, ярый безбожник, читающий Бога колдуном, богохульник, пьяница и многое другое, угодное сатане, сейчас лежит без сил, без слуха и зрения. Мать спилась, потеряла разум, еле ходит. Им 72-74 года, а о моих увещаниях о покаянии и ухом не ведут. Хотя я говорю, раз они еще живы, значит Бог дает время на покаяние, но, увы, что мне делать? Мне вопрос задают, отца надо любить, мать, и в то же время они такие вот. Ответ. Согласно того, что вы делаете и заботитесь о родителях, живете с ними и не покидаете их, поете, кормите и свидетельствуете им о Боге, вы делаете все правильно, усильте о них пост и молитву, и если все же случается у них проблеск сознания, попытайтесь их расположить к слушанию и читайте им Евангелие, и да поможет вам Бог. Когда человек молодой, и бывает, что даже поведение его не столь вызывающее, как говорят, культурный молодой человек из воспитанной семьи, а если еще родители у него коммунисты, то нет конца хвостовству. Мне в моей жизни многократно подсовывали таких и говорили, причем тут Бог, вот молодые люди, приятно посмотреть, это наша гордость, настоящая советская молодежь, настоящие строители новой жизни, строители коммунизма, и никакого им Бога не надо, всякого вашего бракобесия. Их силы направлены на служение людям, отечеству. Эти комсомольцы – авангард нашей родной коммунистической партии. Они живут по кодексу строителя коммунизма. Если бы было у говорящих это самое маленькое воображение, представление, и они могли через 50 лет взглянуть вперед и увидеть вот этих двух комсомольцев, ставших потом коммунистами, партийцами. Весь этот коммунистический маразм сегодня заполняет квартиры от нижнего до верхнего этажей. В этой семье совершилось великое чудо Божие. Из змеиного гнезда вылупился змееныш, и Бог перерождает его в рыбу, и скорпиона сотворил яйцо. Лука 11,11,12 Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Если бы их сына не коснулся Господь благодатью свою, то было бы самое обыкновенное, что и происходит в миллионах семей. Дети сдают родителей в дома престарелых, унижают их, бьют, иногда убивают, как мои соседи. Сирахова 26,10 Большая досада, жена преданная пьянству, и она не скроет срама своего. Эти родители позор для земли. Они не могут водиться с внуками, дать им что-то доброе. Они гнусны и безобразны, и внутренне и внешне. Они брюзжат, всем недовольны, расхваливают сталинский режим. Голосуют за сегодняшних коммунистов, извергов рода человеческого. Слова ублюдки и подонки полностью относятся к ним. Они смердят и миазмами своего существования отравляют все вокруг. Приходится молиться и ждать, когда они все сползут в могилу. Они все еще трясут этими красными погаными тряпками. Идут на поклонение в Мавзолей, чудищу Кащею. Бедная русская земля, она никак не может освободиться от блевотины коммунистического учения. Германия покончила с фашизмом, проведя Нюрнбергский процесс. А у нас коммунисты все еще занимают государственные должности. Это люди без чести и без совести. Уничтожив 66 миллионов своих сограждан, превратили страну в помойку и в дурдом. Или мы действительно обратимся к Богу, и Бог спасет остаток, и начнется снова возрождение России, что почти невероятно. Или же, как и жившую себя нацию, всю уничтожит, что вполне вероятно. А на эти земли придут другие народы, японцы или китайцы, или Средней Азии. Вот такой мой ответ. Так, ну сам реши, о чем семья. Неверующие родители, что ли? Неверующие родители. Не просто неверующие, а лютые коммунисты. Я до этого могу на это даже добавить такое еще. У Надежды Васильевны знакомая была врач. Ну, я даже назову ее Галина Георгиевна. Ну, и неверующие. А как муж? Ну, муж, мы живем дружно, у нас две девочки. И я тоже их увидел. Девочки такие, кажется, русые волосы были. Ну, и муж на севере, там, в командировке, то другое. Довольная всем, и она такая статная себя. И вдруг проходит лет 15, она ее встречает, она на паперте из церкви выходит. Коммунисты оба были. А в чем дело? Так, а мы с моим Георгием-то расстались. А почему? Так он, оказывается, на северу вторую семью завел и не говорил даже. А девочки как? Дальше даже не поминай, все в рост. И теперь она уже пришла, сама врач, кого лечить-то сама уже какая. Все, теперь выискивает, какой книжечке, что узнать. Ну, она хорошая. Она многое слышала, Надежда Васильевна приходила. Когда болела, она ее всегда принимала, как лечащий врач ее была. Вот тебе, пожалуйста. Что ей требовалось доказать. Дальше. Это только сегодня. А что будет завтра, это? Я говорю с ней. Я говорю, не верующий, это скверное слово. Нет, мой Гоша не ругается. Я говорю, вы знаете. Ну да, вот дочка у нее там лет 14 стоит рядом. Я говорю, вы знаете, что муж никогда не матерится? Нет. Вот девочки 14, мы 15 лет назад женились и ни одного слова не слышали. Он в это время приходит. Вот, познакомьтесь, вот она на меня говорит. Я говорю, скажите, пожалуйста, вы ругаетесь с скверным матом? Он говорит, нет. Я говорю, не верующий. Да какой я верующий? Не верующий. Я говорю, а вот я не верю. Ну как не верите? Я говорю, скажите, а вы отдача есть? Есть. А вы сами делали? Да, сам я делал. Ну а бывало так, что промахнулись и молотком по пальцу было. Я говорю, что? Он у меня глазами похвал. Заматерился. Ну вот и все. Она Гоша. Я говорю, ладно. Второй вопрос. Вы с мужчинами вае где-то останавливаетесь? Разговариваете, курят? Ну, конечно, бывает. А бывает, что-то рассказываете. И рассказываете про женщину что-то. А что понятно? Конечно. Ну и там в вашем разговоре матерки, да. И вы рассказываете, да. Она на нее Гоша. Я говорю, 18 лет живет или 15. Я 15 минут говорю и больше узнал про него. Он не может быть другим. Для того, чтобы быть другим христианином, Иоанн Затарус говорит, три причины, чтобы быть другим. Первое, самое главное, Бог обещает ад, мучение, огонь, тьму кромешную, чтобы человек не делал, боялся. Я вот в этом страхе и жил. Потом я ни разу еще не заматерился за всю жизнь. Вот я перед вами. Так. Второе. За добродетель обещает награду. И третье. Вспомаществующая благодать Божия. Мы молимся, благословляемся, причащаемся. Но если человек все это имеет, и однако еще, как говорят, колбасит ногами, то что, говорит, спрашивать с того, у которого ничего нету? Поэтому Иоанн Затарус говорит, вот что есть, вы говорите, вот есть неверующие, а они лучше верующих живут, более нравственно. Что есть верующие и поступает не так, это я знаю. А что есть неверующие и живут лучше православных христиан, вот этого сказать не могу. Вот весь ответ. Так. Вопрос 995, третий том, открытым оком. Имеет ли право вступать в брак люди разной веры? Ответ. Это самый сложный вопрос. Самый неконтролируемый. Две минуты уже. Это как раз то самое дело, где ум не нужен. Так считают люди. Все упирается в любовь, в чувства. А то и другое явление весьма скороприходящее, и зависящее от тысячи посторонних факторов. Слово Божие отвечает четко. Не следует даже и помышлять о таком браке. Это в подлинном смысле будет брак, то есть развалено, бракодельство. 2 Корисвеном 6.14. Не преклоняйтесь по чужой ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Если сейчас, к примеру, возьмем 100 тысяч юношей и попросим их нарисовать образ лилеемой ими возлюбленной, какие качества нужно искать в избраннице? Ответят почти все одинаково. Красивая, умная, высокая, стройная. Желательно с квартирой и состоятельная, перспективная и знатной семьи. Кто-то добавит, быть может, чтобы любила и уважала, была послушная, почитала моих родителей, была верная. Эти добавочные качества могут искать те, кто о них слышал. Современная молодежь, как правило, дикая, походливая и слепа, крайне циничная и безбожная, нахальная и неверная, совершенно не смотрящая в завтрашний день. А у меня студенты сидят. Я в это время, допустим, в актовом зале веду занятия. Другой университет был. И неудивительно, что количество разводов перевалило за 75%, а последние годы за 83%. А Надежда Константиновна Крупская говорила, кажется, 17 или 15% разводов – это национальная катастрофа. Сколько катастроф? Когда Авраам искал невесту, своему сыну Исааку, то он поставил только одно условие, чтобы она была не другой веры. И он потомством своим заклял слугу выполнить это поручение. Бытие 24.2 И сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управлявшему всем, что у него было, «Положи руку твою под стегно мое». Бытие 24.9 И положил раб свою под стегно Авраама, господина своего, и клялся ему всем. Я говорю, что такое стегно? Говорит, ну это стежоная фуфайка. Так объясняю. Я говорю, и ты уверен, что это стегно про стежоная? Ну да. А что такое тогда? Тогда не знаю. Я говорю, это мошонка. Мошонка вообще. Откуда семя мужское есть? С обратной стороны подложил руку под кострец, ну над ним уже сверху через тело будет мошонка. Клянись потомством моим. Вот что означало. Фуфайка тебе тут твоя. Вот это и есть настоящая мудрость в выборе невесты. Мудрость божественная с проглядом вперед. Проглядом вперед. Все остальные качества, о которых мечтают люди, пришли как бы сами собою. Бытие 24.15.16 Еще не перестал он говорить в уме своем. И вот вышла Ревека, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Аврамова, и кувшин ее на плече ее. Девица была прекрасно видом. Дева, которая не познал муж, она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. И дальше что было? То есть он загадался, напоит меня, сразу даст. И ослов моих напоят. Все так и случилось. Ну а дальше мы это можно знаем. И сегодня эту Ревеку упоминает, когда идет бракосочетание все время. Ну вот теперь что? О чем семья и... Семья, жена. Да. Все на этом. Вот сегодня события дня мы закончили. Ну а дальше мы сегодня больше ничего не будем. Мы с вечера еще насчитали... Семья. Семья.